Бисмиллахи ррахмани ррахим. Аль-Хамду лиллах. Ассалату ассаламу аля Расулли Ллах. У аля алихи и ассабих аджмаин аммаба'ад. Продолжим грамматический разбор суры Аль-Фатиха, открывающая. Мы разбирали басмалат и урабы басмалат. На этом уроке мы проведем разбор басмалат согласно известному варианту разбора, по которому Аль-Ба считается аслитом, то есть имеет свой основной смысл, свое значение и состоится в чем-либо смысловой связке. На прошлом уроке мы провели грамматический разбор слов бисми, сказав, что ба – это харфу джарин, предлог родительного падежа, а исми маджрурун бил ба – поставлен харфу ба в состояние джар. Валь-джару валь-маджруру харфу джар ба – и поставленное имя состояние джар имя исми, мута'алликан бима'адуфин состоят в смысловой связке с удаленным амином фактором. У ва каал хиляфа фи такдири – есть разногласия насчет того, что является амином, скрытым фактором, с которым этот джар валь-маджруру состоит в смысловой связке. Яджу за аят а'алликал джар валь-маджруру хана бифиалин мукаддалин. Можно сказать, что данный джар валь-маджруру состоит в смысловой связке со скрытым глаголом мунасибин лил маками, который подходит в данном месте по смыслу. Например, «Атлю бисмилляхи» или «Акрау бисмилляхи» – «Я читаю с именем Аллаха». Или же «Абтадива» – «Я начинаю». Так, каждый из этих трех глаголов «Куль вахд минха фиалин мударин» – глагол настоящего будущего времени. Марфуан – «Поставлен состояние рафа» «Почему ли таджар рудихи миннан насиби валь-джазм» «Так как он свободен от амилов факторов, которые ставят его в состояние насиби или джазм». Вааламату рафи – признак состояние рафа в этом глаголе «Атдамуты злахирату аля ахирихи» – «Явная дама на его конце». Вальфааль – действующее лицо этого глагола – это скрытое в нем в обязательной форме местомения «такдируху ана», которое выражено местомением «ана». Вальфааль – глагол «атлу» или «акра» и т.д. Вместе со своим фаалем – действующим лицом. Все это «джумлетун фаальятун» – глагольное предложение «Ибтида иятун» – начальное предложение, на которое ничто не воздействует, не влияет. А поэтому мы говорим здесь «Ла махалля лахаминал-иараби» – «не имеет места в падеже». В данном примере глагол у нас стоит перед «джар-маджруром». Однако лучше будет, как приводят ученые, если мы скажем, что глагол здесь подразумевается не перед словами «бисмилля», а после них. Хотя грамматический разбор останется таким же. А делается это для того, чтобы речь начиналась с имени Аллаха. То есть целью пояса благословения у Аллаха, а также указывая на охват или ограничение. То есть я начинаю чтение именно с имени Аллаха, а не какого-либо еще. Есть еще и другой вариант. Это если мы скажем, что «бисмиллях» является «хабаран лимаптадай махазуфин» – «сказываемым для скрытого подразумеваемого подлежащего», «мунасибин лимакабин», подходящим в данном месте по смыслу. Например, «ибтидаи бисмилляхин», «авву лакалами бисмилляхи» и тому подобное. В этом случае мы скажем, что «ал-джару вал-маджрур», то есть «бисмилляхи» состоит в смысловой связке со скрытым амном. То есть для легкости говоря, состоит в смысловой связке со скрытым амном фактором, является сказуемым для скрытого подразумеваемого подлежащего. То есть «ал-джару вал-маджрур» само сказуемое. Ну а если точнее, «мутаалликун бимахазуфин хабариль муптадайи», то есть «мутаалликун биль хабари» состоит в смысловой связке с удаленным амном фактором, являющимся на самом деле сказуемым подлежащим. То есть «ибтидаи каинун хасалун сабитун бисмилляхи». Мое начинание чтения осуществляется или является посредством имени Аллаха. Оставилось провести грамматический разбор скрытого подлежащего. Так «ибтидаи» – это муптадон, подлежащее именного предложения. «Морфон бильбтидаи» – поставленный в состояние раф, то есть его амин – фактор ма'навуин, смысловой. «Вааламут рафи» – признак подлежа раф, именительную подлежа в этом имени, «аддамуту л-мугаддарату аля ахрихи» – скрытая дома на его конце. «Мана амин л-л-ху-рига» – проявлению этой дома здесь помещало «иштюалюль махалли» – занятость места. То есть то, что место проявления подлежной огласовки, а именно последняя буква хамза, здесь занято, чем «бихарка тиль мунасбати» – огласовкой соответствия. «Айебель касра тиль лати утия бигайли мунасбати я и домир» – то есть огласовкой касра, которые здесь огласовали последнюю букву этого слова, для чего ради соответствия местомению «я». «Ваптида» – это мудав. Так слово, «ибтеда» является первым членом из-за феттной связки. «Ойя уль-мугтакалимы айя» – первого лица. Местомение первого лица – это домир муттаслана – слитное местомение. «Мабниван аля с сукуни» – с неизменяемым кончайным. «Фимахалли джарь» – на месте подъезжать джар. «Мудав у налей» – второй член из-за феттной связки. И, наконец, в «аль-мугтада» умаа хабарихи подлежащей «ибтеда» со своим сказуемым «бисмилла» – все это «джумулят унисмиятун» – именное предложение. «Исти инафиятун» – возобновляемое новое предложение. «Баады джумулят унисти ады» – после предложения «ауузу биллахи мина шейтуану рожиму». Или же можно сказать «ибтеда-иятун» – начальное предложение. А значит, в обоих случаях мы скажем «Ла махалля лахаминал-иараби не имеет места в падеже». «Аллаху алим»